В сжатые сроки и без потери качества. В регионе продолжается реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На этот раз счастливыми обладателями собственных квадратных метров стали 48 семей Красноармейского района. Им досталось жилье эконом-класса. Стоит отметить, что в прошлом году на реализацию программы денег не хватило. Поэтому всю надежду чиновники возлагают на год текущий. Все подробности далее. Здесь постоянно садится. Я уже за год два раза ремонт делал. А за всю жизнь уже больше сотни раз. Каждую трещину в квартире своей матери Раисы Бантелеевны Сергей Дорошкевич знает наизусть. Говорит, не успеваешь разобраться с одной, тут же рядом появляется другая. Эта двухэтажка уже давно бы развалилась, если бы жильцы сами не поддерживали ее в хорошем состоянии. Это все делали сами. Туалет тут такой, загашник небольшой, называется туалет у нас. Тут тоже все сами делали. Ну, чтобы на улицу не ходить. Дом власти Красноармейска все же признали аварийным. Пенсионерку ее детей просили лишь еще немного подождать, пока достроится их новостройка. Четырехэтажка недалеко от центра города уже готова к сдаче. Квартира в ней как раз и предназначена для переселения жильцов из ветхих и аварийных домов. Ключи от первых 48 заветных квартир новоселам вручает министр Дмитрий Тепин. Среди них и семья Дорошкевич. Как и все обитатели новостройки, они с горящими глазами разглядывают свои заветные квадратные метры. Ну, отлично, это место какое-то, я так понимаю, разводка довольно подключена. Квартира в этом доме хотя и построена, говорит Сергей, под ключ. Здесь еще придется поработать. Уже много планов. Выложить рабочую стенку, положить плитку в ванной комнате. Застеклить балкон. Несмотря на это, квартиры новоселы довольны. Первое впечатление, конечно, хорошее. Просторный зал, ванна хорошая, прихожая, да и кухня, в принципе, развернуться ездит. И с половиной метра ширина только кухня. Я думаю, для бабушки это будет прям, ну, подарок. По словам Дмитрия Тепина, это даже не подарок. Переселение жильцов из ветхого и аварийного жилья – это обязанность государства. Не всегда, правда, на исполнение хватает бюджетных денег. В прошлом году денежных средств достаточно было мало, чтобы оперативный вопрос закрутить. Но благодаря работе губернатора миллиард в Саратовскую область пришел. Были заключены контракты. Строители в течение 9 месяцев построили эти дома, в которые жители будут жить, будут радоваться жизни. Сданный дом – это лишь первый этап. По проекту в этом месте будет не одна, а сразу несколько новостроек. С их водом вопрос по аварийному жилью в Красноармейске закроют. Эллада Тагива, Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов, 24.